Добрый вечер! Меня зовут Йохан Сфотсминкл от фонда имени Геннера Хабелья. Мы поддерживаем вот это мероприятие сегодня вечером. Я хотел очень коротко про тему что-то рассказать, может быть, более из немецкой перспективы. Футбол и его роль в истории, это, конечно, очень интересная, иногда даже забавная тема. Кстати говоря, я могу представить, что это хорошая тема, как раз чтобы как-то привлекать молодых людей тоже к тому, чтобы заниматься историей. Но футболь и свою роль в истории, это тоже очень сложная, и может быть сложная тема. Я хотел посмотреть, хотя это другая ситуация, но хотел очень коротко посмотреть на Германию как раз и на наш опыт. Если смотреть на время после конца Второй мировой войны, футбол как-то существовал как будто вне рамок исследования истории. Он просто был, и если про историю речь шла, тогда это особенно было про кубки и про триумф, естественно. Я где-то 15 лет тому назад, например, один болельщик одного клуба, Кайзас Лаутен, хотел писать свою магистрскую работу про то, как этот клуб жил как раз в срок с 33-го года. И когда он обратился к своему клубу, те сразу закрыли двери к клубному архиву, потому что об этом лучше не надо писать. И так это было долго и долго. Некоторые клубы начали заниматься историей, и как ни странно, это было часто по инициативе частных лиц. Например, болельщики, историки, но особенно болельщики иногда заставили клубы вообще начинать этим заниматься. Некоторые клубы это сделали активно, некоторые не так. Вы, наверное, все знаете Баварию, Мюнхен. Вот этот клуб гигант, он долгое время, так сказать, отдохнул на том, что раньше еще при нацистах у нее была кличка как будто Клуб Евреев. Значит, мы были хорошие в каком-то смысле. Это, конечно, не совсем так было, наоборот. Легенда, которая вокруг этого клуба Баварии Мюнхен, даже можно найти в музее вот самого клуба, там написано, я цитирую, другие клубы хотели быть как можно ближе к нацистам. В клубе Бавария долго остались все-таки на дистанции к нацистам. Это, естественно, не так было. Это очень розовая такая картина. И вот такие розовые картины заставили больше и больше людей заниматься и роль футбола в истории Германии. И последнее слово по поводу нашего союза, немецкого союза футбола. Это мощная такая машина. Она, значит, союз сам только начал заниматься этими вопросами где-то 18 лет тому назад. Была разная причина. Один тайчок, как интересно, дал тогдашний канцлер Германии, Иот Шредер, который выступил в 2000 году на празднике как раз столетия этого немецкого союза футбола. А он в праздничной речи сказал или дал рекомендации все-таки более глубоко заниматься своей историей. И очень тоже важный момент был, что предстоял чемпионат мира. Чемпионат мира по футболу. И союз все-таки понял, что стоит заниматься этим вопросом, чтобы как-то более, как сказать, приятно выглядеть перед миром. Было сделано исследование, которое потом все-таки подвергалось очень сильной критикой, потому что в ней, например, написано было, что прежде всего этот союз, немецкий союз футбола, находился в близости к нацистам по экономическим, а нет по идеологическим причинам. Об этом спорили, до сих пор спорят. И когда была конференция в Германии о футболе при нацизме, в конце концов, в резюме было такое. Остается еще очень много исследовательской работы делать. Я думаю, что это в том смысле важно и для нашего вечера, хотя мы будем говорить, или точнее говоря, вот наши госты будут говорить о другой главе вот рули футбола и спорта в футболе. В истории это показывает несколько вещей. Во-первых, это очень важная тема, совсем не легкая, простая, совсем не поверхностная, футбол в истории. Во-вторых, это показывает, как важно это, если есть и, так сказать, гражданские инициативы, инициативы снизу, которые потребуют как раз этим заниматься. Это настоящий grassroots футбол, я сказал бы, но в сфере истории, естественно. И третий пункт, очень важно, чтобы историки профессионально и этим занимались. И тем более, я очень благодарен, что сегодня вечером у нас Робот Эдлман, он вот приехал далеко-далеко через Атлантик, и нам очень много, я думаю, что очень важного, интересного будет рассказывать. И с ним Сергей Бондаренко. Боб прочитает свою лекцию по-английски, потом я задам ему буквально пару-тройку вопросов, а потом мы отдадим микрофон в зал, и вы сможете тоже задать себе вопрос Бобу. Спрашивать можно по-русски, и отвечать Боб тоже будет по-русски, но сама лекция будет по-английски, так что кому нужны, пожалуйста, возьмите наушник. Буквально я скажу пару слов про то, кто такой Роберт Эдлман. Для меня это человек, который написал те две книги, которые я хотел написать. Первая книжка называется Serious Fun History of the Spectator Sports in the U.S.S.A. И я хотел ее написать, когда заканчивал университет, и вдруг обнаружил, что есть такая уже книжка, и она уже написана. И только что тогда она вышла по-русски. А вторая книжка называется Spartak Moscow History of the People's Team in the Walker's State. И эта книжка должна была быть просто книгой в моей жизни. Я собирался писать ее долго, и думал, что это будет зато очень хорошее. Но, слава богу, Боб избавил меня от необходимости это делать. И теперь можно чем-то другим заняться. Все равно ближе, да? Хорошо. И мы сегодня поговорим как раз, видимо, прежде всего, в контексте двух вот этих вот книг, которые Боб написал. И, может быть, еще немножко о том проекте, который сейчас занимается Боб, а именно спорт времен Холодной войны, и все эти политики связаны с Холодной войной, что, мне кажется, очень важно и похоже несколько на тот контекст, в котором сейчас находится Россия в связи с чемпионатом мира. И последнее, может быть, если мы тоже успеем, я скажу несколько слов о проекте, которые Мемориал делает вместе с фондом Бёля, чьи видео там вы увидите и чей постер висит там справа. Речь идет о команде «Спартак» в 1937-1938 года и политических репрессиях против этой команды. Спасибо большое. Сейчас я тебе даю слово Богу. На английском, да? Ну ладно. Постарайтесь представить, российский историк живет в Нью-Йорке в течение нескольких лет, решает то, что ему нравится бейсбольная команда Нью-Йоркской Янки, возвращается в Россию и пытается написать историю о Нью-Йоркской бейсбольной команде Янки, затем возвращается в США и выступает с лекцией в Нью-Йорке, и никто не приходит. И смысл моего сегодняшнего выступления перед вами по советской истории требует, конечно, определенного подхода, я буду говорить с моральной и психологической точки зрения. Я хотел бы поблагодарить всех за приглашение. Спасибо большое за удивительную аудиторию, которая сегодня здесь присутствует. Это действительно вдохновляет. И надеюсь, это не будет скучным выступлением. Мы готовы? Когда советский коммунизм канул в лето, Собон забрал огромное количество хороших шуток. Одна из них, это сразу посетворный период, посетворный период, когда коммунизм был самым коротким периодом между капитализмом и капитализмом. Одна из самых серьезных надежд, которая была озвучена, то, что Россия должна стать нормой и цивилизованной страной. Я хотел бы задать следующий вопрос. Что, если что-то вообще было нормальное в отношении советского футбола? Либо сказать это по-другому, учитывая 100-летний юбилей Большевицкой революции, могла ли революция создать более честный, более человеческий и более доступный, менее корруптированный футбол? Могли ли способ, либо способы, как осуществлялся советский футбол представлять собой подход к спорту, который избегал бы многие противоречивые и регрессивные аспекты футбола при капитализме? Как у нас дела с фотографиями? это добавочное добавочное время, да? Да, давайте приступим. Я хотела бы продемонстрирую две фотографии. Одна из фотографий, которые вы, скорее всего, видите, это знаменитый матч на Красной площади, который участвовал в Спартак, и другая была взята из фильма «Футбол нашего детства», который я опишу через минуту. И первое, то, что вы видите в вашем ближайшем будущем, здесь в лекции, это известная фотография футбольного матча, который проводился между Спартаком во время парада физкультурника в 1936 году. на поверхности парада это было показательное выступление между несколькими тысячами уважаемых гостей и там присутствовали лидеры нашей партии, которые наблюдали за всем действием сверху в ушки Мавзолея Ленина. И огромное количество участников общества Спартака разложили здесь зеленую площадку через брусчатку. И другая фотография это из любого нашего детства, который концентрируется на золотом периоде конца 40-х этой игры в Советском Союзе. Это Красноплощадь, вы все знаете, это кассы возле стадиона Динамо. Мы видим здесь хаотичные толпы, которые выстраиваются перед кассами стадиона Динамо. Я задам вам вопрос, какой из этих двух фотографий скорее всего является более нормальным. И какой не является? Учитывая проблемы, что же означает вообще нормальность? Матч на Красноплощаде в 1936 году это политизированный спорт, и другая фотография является ли она нормальностью и свободна от каких-либо политических последствий? Я бы сказал, что ответ скорее всего может быть. Спартак на Красной площади во время парада физкультурника это способ внести спонтанность и развлечение в футбол то, что было, скорее всего, самым серьезным, контролируемым зрелищем политического театра. И это, как описывали старостные братья, которые организовали Спартак, и я в рамках своего исследования изначально верю в это. И матч, скорее всего, не был неподготовлен, это не был ненастоящим спортом. Это, скорее всего, была возможность для брендирования всего этого футбола во время Советского Союза. Большая часть элиты спорта придерживалась старой версии марксизма и была сдержана гиперинтеллектуальностью классической русской интеллигенции. И это сказывалось, конечно, на спорте и на футболе в частности. Это были люди, которые мыслили, они старались вызывать свое тело. А здесь Сталин стоит на гробнице Теллина и не является исключением всего этого. Изначально Спартак хотел играть со своей командой Динамо, который был соперником, но они отказались. Вместо этого они играли со своей резервной командой и открыли счет. Они забили 7 голов за 43 минуты. Опасение было в том, что Сталин вообще который не связался футболом, может просто наскучиться этой игрой. Несколько слов о параде физкультурника, который усложняет всю эту картину. И мое первоначальное размышление то, что это был апогейт от алиэтиризма. Это подготовленный либо контролируемый и таким образом не имеющий ничего общее с футболом. И не случайно, что один из стандартных журналистских документальных фильмов по сталинизму как раз таки и показывает моменты этого мероприятия. Как мы знаем из работы американского ученого Кармия Петрона, парады, конечно, были не отрождением какого-то единства, которое они хотели демонстрировать. Когда я представил видеоаппарады на конференции довольно давно, Петрон задал вопрос, если видел или я как раз таки все дубляж этого фильма и оказалось то, что была серьезно проведена редакторская работа всей этой работы и поэтому они вырезали некоторые моменты и все не было так уж и подготовлено. Как оказалось, было огромное количество различных смешных ситуаций и я на участники в этом мероприятии. Добавок к этому это было своего рода показательным моментам спорной территории, где различные институты и общества в советском сообществе пытались как раз-таки выиграть правильное время демонстрации и свое понимание того, в чем являлся коммунистический спорт. Как насчет второй фотографии? Это была серия программ о ежедневной жизни в послевоенный период, особенно последние годы жизни Сталина. Как необходимо понимать радующихся людей, которые находились в толпе, которые радовались этому миру, который был завелан посредством сложной битвы и которые радовались окончанию этих жестокостей. Игры как раз-таки и праздновали одним из самых ценных российских ценностей это выживание. И когда ли показывали западные документальные фильмы поход на войне эти моменты? Если нет, почему нет? Пытаются они скрыть репрессии последнего сталинизма? Является это своим родом классическим имиджем хлеба и зрелища? Было вообще там хлеб. И когда я изучал период последнего сталинизма, последствия это действительно была очень специализирующая аудитория в этом. Но когда я отметил довольно известного комментатора Вадима Синявски и задал вопрос кто же он был таким? Никто в этой аудитории не смог ответить на этот вопрос. Даже самая великая Шевер Фицпатрик. Даже среди специалистов спорт был довольно неизведанной областью, но время и изучение продолжили существовать. Поэтому исследования последние десятилетия сталинизма дают нам более сложное понимание то, что это полностью отличалось от того сырого имиджа Арвелина. И в этом 1948 году если бы он посетил Московский стадион Динамо, поэтому вряд ли он бы показал ту же самую картину. И поскольку я сейчас привожу какие-то спорные факты, и мог ли он вообще отправиться на стадион Динамо в 1946 году было бы его произведение 1984 другим. Если это серьезный вопрос последних фильмов по сталинизму и литературе были бы отражения популярной культуры, особенно отражали они танцы, спорт, джаз, спорт, и они рисовали иную картину. И снова, если элита партии, люди, которые старались мыслить, как мы можем понять обычных людей, которые использовали свои тела в своих чаяниях, которые были отражены из опыта военного времени, и кто-то это называет более великими свободами. Здесь позвольте мне напомнить Пьер Бордоу, его аргументы, то, что тело может выражать то, что наш разум и речь не может. Возможно, это является безопасной формой инакомыслия, и мы знаем, что работа Джулиан Феррис это было время помещательства на танце, поэтому они все танцевали в апартаментах на задних дворах и в домах элиты московских жителей, и они танцевали под джаз. Очень важно вспомнить, что стиляги существовали, это так называемая повстанческая хипстерская молодежь, которая возникла в конце сталинизма, а не во время оттепеля, когда они действительно начали процветать. То, было везде, даже во время Андрея Жданова и после его смерти в 1948 году. В рамках моего исследования я обратился вниманием на вечернюю Москву, которая на последней странице имеет рекламу в серию ресторанов, где присутствовали оркестры, танец и, да, конечно же, джаз. Да, была даже картина музыкального магазина вечерней Москвы, которая, помимо всех других, показывает саксофон. И здесь я действительно был шокирован, мягко говоря, поскольку одно из стандартных видений, которое несколько раз повторялось в западной истории, то, что саксофон был просто незаконным. И трудно себе представить наказание, которое бы кто-то должен был понести из-за того, чтобы он играл в этот инструмент на улице. Более того, первая книга демонстрирует картину саксофона, с которой играли на музыкальном фестивале молодежи. И когда я провел интервью футбольной легенды Никиты Самоньян, и он вспомнил 1949 году, потому что тысячи посетили тренировочную базу, они также танцевали под лучшие группы в Москве, которые играли на павильоне на территории этой тренировочной базы. Я задал вопрос, какую же музыку они играли? И он ответил, что это был джаз. Затем я спросил, если это был джаз, они играли на саксофоне? Он ответил, конечно, они играли на саксофоне, это был джаз. Поэтому сама история запрещенного саксофона является просто урбанистическим мифом? Да, я считаю, что это так. Мы получали новую информацию, опыте граждан во время советского пилда сталинизма и как футбол проживал в себя. Давайте вернемся к так называемой нормальности. Все, что в отношении футбола скорее подходило к капитализму, нежели к коммунизму. Когда футбол появился в императорской России, это было посредством капитализма. Во время НЭП, некоторые клубы функционировали как небольшие предприятия, которые росли и росли, увеличивали свою маржинальность к концу 1920-х годов. Давайте переплигнем во время перестройки. И клубы также применяли капиталистические методы финансирования, генерации прибыли, включая покупку и продажу игроков. Эти команды, которые действительно получили преимущество после распада Советского Союза, что же случилось между этими периодами? Прежде всего, давайте согласимся с тем, что футбол в Российской империи и в СССР всегда стремился к следованию современности. Это было урбанистическое и всегда привязано к развитию промышленности. Как Моиша Левин учил нас, поэтому это не всегда хороший процесс урбанизации, является причиной неизбежной спонтанности, которая порождается объединением масс людей в сокращенной территории, и здесь возможны непредсказуемые официальные реакции. И здесь футбол, дитя промышленной революции, может помочь нам понять советскую жизнь во всей своей сложности и деталях. и здесь стоит упомянуть, что спорт не просто отражал советскую реальность. В некоторыми временами он маскировал эту реальность и именно работа ученых понять, где заключается разница. возможный аргумент, который вы можете привести, и я действительно однажды привел этот аргумент, что футбол был своего рода капиталистической ячейкой, спящей яйцейкой, которая существовала между или в рамках этой структуры авторитетарного аппарата. Идеология этого мелкого капитализма возникла из спонтанно нерегулируемого рынка, и поэтому выражает ли спонтанность рынка своего рода рынок и в советском случае непосредственно? Было ли это частью протогражданского общества, которое возникало во всех границах этого командно-административной структуры? Изначально я посмотрел на очевидный случай Спартака, который преследовал капиталистические методы даже до революции, и продолжили делать это до появления сталинизма. И поэтому вся история, которая поддерживает и вся эта история подобная. Так, в 1907 НКВД агент обвинил Николай Старин за то, что он управлял Спартаком как частный спортивный клуб. И потом руководство команды в правде обвинили в том, что они вводили буржуазные морали в спорт, который, как братья заявляли, они и шесть их друзей были направлены в лагеря в 1942 году, и вернули они для того, чтобы... вернулись они уже потом, и Спартак действительно достиг своей славы, но когда Сталин и Берия уже умерли. Понятно, что в концлагерях они играли в футбол, чтобы выжить, и тогда вообще вопрос, мог ли быть футбол действительно вот этим гибким инструментом в руках диктаторов, или он был скользким инструментом. Хочу сказать здесь о влиянии Чудо Берна 1954 года на внутреннюю политику Венгрии. Многие говорили, что поражение золотой команды перед Западной Германией стало кормом для того, чтобы пару лет назад поднялись те, кто вышли на улицы Будапешта пару лет спустя. И я хочу сказать, что я вполне в это верил. И когда я ранее представлял семейный роман на конференции, меня обвинил Брюс Китт в капиталистическом триумфализме. Ранее в своем исследовании я также проводил интервью Александра Вайнштайна, который вместе с Николаем Старосиным в 1989 году писал мемуары их. И я тогда обо всем этом сказал ему, и он сразу же сказал, что Спартак никогда не был капиталистическим, буржуазным или диссидентным. Он сказал, что он был советским именно. Советская власть создала условия для изначального успеха Спартака. Потом советская власть посадила их в тюрьму. Потом советская власть освободила их, и потом она была в принципе фундаментальной основой всех их достижений и славы. Но понятно, что были и другие советские граждане, которые организовывали, играли, смотрели, интерпретировали футбол по-разному. И наша задача понять, какие это разные пути интерпретации игры и организации во всей их сложности. Вернемся к делу Спартака. Когда мещанство Неппа уступило кумовству 30-х годов, старостяны установили связь с двумя влиятельными гражданскими учреждениями промкооперацией и комсомолом, который тогда возглавлял Александр Косарев, который им благоволил. И как раз в этот момент аргумент спящей ячейки капиталистической уже ломается полностью к концу 30-х годов времени террора, такие категории уже меркнут. Косарев был союзником безумного колдуна террора Николая Ежова, человека, который миллионы людей отправил на смерть. И когда старостянов обвинили, Косарев смог с помощью своих социалистических связей помочь им. но при этом тесная связь Спартака с Ежовым не дает нам особо возможным увидеть их, как потом делали их фанаты, командой свободы и демократии и вот этим островком честности. И когда они вернулись из концлагерей, они еще раз адаптировались в этот раз действительно сложным институциональным дебрям оттепели. Вопрос, как советский футбол отличался от западного и капиталистического. Он был некоммерческий. Он не использовался как метод рекламы продуктов и игроки никогда не рекламировали никакие товары. Долгое время не было никакой рекламы на боковых линиях поля и при этом процент того, что показывали по телевизору из игры был очень невелик. Немного было интервью и дикторы редко появлялись перед камерой. Игроки тоже не приобретались и не продавались. И многие спортсмены призывались в вооруженные силы и в силы спецслужбы и играли потом на эти команды. И соответственно в общем футболисты могли выбрать где им работать. Билеты были не безумно дорогие. хотя был и черный рынок конечно же. Но понятно что вовлеченность государства была очевидна. И вопросы престижа и использования мягкой силы играли важную роль в соревнованиях национальной сборной. Понятно что изначально на чемпионате мира и Европы между 1958 годом и 1966 было уважение к национальной сборной которая может быть потом сошла больше на нет но тем не менее создавалось благоприятное впечатление от советской игры в глазах международных фанатов. есть однако другой факт который относится к вовлеченности государства в клубном футболе и было определенное преимущество по всему восточному блоку поскольку команды выступали за силовые структуры и таким образом силовым структурам было легко приобретать таланты но понятно что никого не заставляли болеть за ту или иную команду и человек не могли постучать в двери и сунуть факел в глаза сказать болеть за ЦСКА или Динамо фанаты могли выбирать своих фаворитов и советский антрополог Легон Абрамян называл эти группы избранные сообщества в которых граждане могли испытывать определенные чувства свободы трансляция футбола и в печатных средствах массы информации и по телевидению было не таким пафосным как в западных странах не было необходимости соперничать потому что СМИ но тем не менее существовала критика и тренеров и игроков хотя она была достаточно сдержана и это верно как для домашних соревнований так и международных что касается меня потребители советского телевидения самые интересные мероприятия это были различные соревнования УФА и страны восточного блока участвовали в них с момента основания с 1956 но Советы Советский Союз присоединился только в 1965 году потому что до этого доминировала фашистская Испания но до конца холодной войны вне зависимости от международного климата восток и запад сотрудничали на профессиональной основе и при этом проявляли политику разрядки до и после того как это стало порядком международных отношений в среду вечером показывали до трех матчей и я помню как мы собирались дома у друзей мы пили и ругались всю ночь и эти мероприятия были менее политически накаленными чем матчи национальных команд национальной сборной и они предоставляли вот это вот окно на внутренние отношения и напряженность советского общества в то же время советские фанаты познали менее чем здоровые я бы сказал уроки когда они смотрели например матч в 1972 году между Динамо Москвой и Глазго Рейнджерс они видели как фанаты Рейнджерс выбежали на поле за минуты до конца матча Динамо поскольку старался забить гол и был накал страстей но прозвучал свисток судьи который фанаты приняли за окончательный свисток и поэтому выбежали на поле хотя это был свисток за фол и в итоге Динамо потерял момент понятно также там была и жестокость по отношению к фанатам и разбитые бутылки и кровопролитие и молодые фанаты в Москве за всем этим наблюдали и решили что это все очень здорово также был вопрос тактики с самого начала советской власти и в 30-х годах и потом до самого конца советский футбол постоянно думал что воображаемый запад может дать какие-то тактики системы и стратегии и все время пытались что-то перенять и поэтому дебаты 30-х годов принимать или не принимать революционную тактическую схему W Герберта Чепмана были особенно напряженными поскольку оппоненты считали что это буржуазная тактика и после чемпионата мира в 1966 году последующие международные поражения привели к необходимости пересмотреть старые методы и может быть рациональный подход Лобановского из Динамо Киева был одной из моделей как раз того что нужно было менять что же следует из всего этого и куда исследователям нужно идти мы все еще находимся на ранних этапах определения того какая роль была народной игры в рабочем государстве рабочей стране нужно еще много проделать работы нам нужно побольше изучить клубов разных типов не только спартака и следуя за словами Манфреда Зеллера мы должны понимать что и на фанатах нам нужно сконцентрироваться нам нужно узнать как спортивная бюрократия работала на микро уровне также нам нужно посмотреть на то как советские спортивные СМИ отличались от других СМИ в Советском Союзе какую роль играл футбол в развитии советской мускулинности и почему женский футбол был запрещен до начала 70-х годов и это может быть в итоге также связано с гендерным равенством что нам нужно понять в нашем путешествии в котором только мы находимся в самом начале и что это означает что означает футбол советский что такое нормальность и за годы исследования я понимаю что нужно еще больше продолжать изучать этот вопрос спасибо давай на русском мой первый вопрос к этому докладу такой я вот к бобу скорее как к профессору советской истории а не только к специалисту более узкому по советскому спорту и культуре вот какую роль спорт предмет изучения играет вот в этих сложных дебатах касающихся теории тоталитаризма и ревизионизма насколько я понимаю и я думаю это довольно очевидно что футбол скорее относится к ревизионистскому кругу то есть к тем историкам которые считают что термин тоталитаризм не слишком удачный и не перечеркивает всего смысла который в нем заложен сложный вопрос я сказал вначале учеба или исследования о спорте вообще среди резиденцистов даже не существовал но один элемент вот этот процесс против тоталитарная школа школы был интерес к популярной культуре то есть фильм музыка литература и прочее и через это окно вот я сам нашел какое-то научное место чтобы спросить какие были чтобы ответить какие были самые большие вопросы в истории советского союза что есть я вот первая фраза может быть ты помнишь да книга спартакер я брал маленький кусочек истории ответить на большие вопросы и конечно надо скромно кто я издали могу думать об этом вопросе но интересно что популярен культуре вообще был челлендж как сказать вызов а к этой школе почему а а тоталитарная школа даже не думал что существовал существовал народная популярная культура невозможно все сделано через государство государство обещает люди смотрят или не смотрят интересно или не интересно ну получил ситуацию что вы смогли найти какие-то ответы люди смотрели вот такая массовая культура и через их представление могут понять что они хотели с этого материала что это тоже был какой-то резинист хотели как дисконнект разъединить отношения между государством и обществом и найти более сложные ответы потому что существовали в обществе конечно разные течения и даже разные течения среди ну так аппаратуры в государстве в партии и прочее это не был вопрос черно-белый мы против их и вот мы начали вот наш процесс но интересно для меня лично у нас есть пост ревизион ревизионисты много времени прошло уже и пост ревизионисты да да все знают люди здесь знают школы но они как сделать вызов на нас но получилось как-то интересно что они нашли в моей работе в моей исследовании что-то интересного для их точки зрения может быть вы знаете журнал критика вы знаете критика объясните что такое критика форкс форкс Да, вот на самом деле из того, что прозвучало в докладе, меня как раз больше всего как бы удивило вот это место о том, что когда Бог показывал фотографию Вадима Синявского, даже Шейла Фицпатрик, которая просто самый главный уважаемый специалист в этой теме и автор блестящих книг, она не знала, кто это такой. То есть это поразительно, я думаю, что каждый практически советский человек в определенной период времени знал, кто это такой, и человек, занимающийся очень пристально, ровно этим периодом, не культурой и очень сложными вещами с этим связанными, не знает, что Вадим Синявский, и это именно потому, что вот это такое слепое пятно, да? Да, да. Она не любит спорта, просто, я бы не интересуюсь. Да, но это, это… Шейла? Нет, его муж был шестовик. Ну, вот, дело не в этом, да. Ну, ты продолжай. Да, хорошо. Тогда у меня второй вопрос уже больше в контексте вот книги про Спартак, когда мы говорим про то, что, и тоже это частично было в докладе, что эта команда окружена некоторой легендой, некоторые истории, которые написали во многом, конечно, братья Старостины, но и само общество как-то адаптировало эту историю до себя и нашла в ней какие-то очень важные вещи. Вот, вроде, например, ареста основателей команды, которые, конечно, перекликались с историями многих семей, у которых кого-то тоже арестовывали. Вот сейчас тогда мы смотрим на это уже с какой-то перспективы как исследователи. А какая часть вот этой легенды о Спартаке, как вот, тебе кажется, Бог, требует пересмотра? То есть, что необходимо показать, что это просто не так фактически? В 90-е годы я тогда исследовал мою первую книгу, книгу о спорте, и я получил возможность делать интервью с Николаем Петровичем Старостым. Жаль, что я так мало знал. Я даже не читал его воспоминания. Вот в тот момент, когда появилась книга, он мне даже дал с автографом его книгу. У меня были такие дурацкие, наивные, детские вопросы, но все равно он ответил. Ему тогда было 92 с тонкими, корректными ответами. Может быть, один маленький факт воносился. Это было потрясающе. Но я должен сказать, что я нашел вот такое слово. У нас такой концепция семейный романс. Семейный романс это, как известный антрополог Клиффер Гиртс сказал, что это истории мы скажем о себе для себя. История, которые мы рассказываем друг другу, сами о себе. Я должен сказать, что братья Старостым, может быть, Андрей больше, чем Николай Петрович, был источником многих легендов. Может быть, может быть, половина, пополовину тру и неправду, неправду. И они с этими книгами, с этими интервьюами устроили какую-то спартаковскую идеологию. Идеология — это не легенда, но есть какие-то легендарные элементы, процесс образования одной идеологии. Поэтому я знаю, что, ты прекрасно знаешь, что все, что они сделали, может быть, не было очень корректным. Может быть, не требовали уважения. Но они были люди, которым надо было жить в этом историческом контексте. Не надо будет создать бог этих людей. И для меня судить их роль немножко сложно. Ну, это, конечно, очень, да, на самом деле, мне кажется, как раз так. Ты скажи. Как раз, мне кажется, дело именно в этой тонкой разнице между тем, что сама эта история, которая старостями создана, она прекрасна. То есть это гуманистическая история, это история об очень правильных ценностях, которые хочется разделять. И это история, которая во многом и привлекла большое количество людей, болельщиков. Понятно, что не всех. Многим нравилось, как команда играет в футбол. Но часть болельщиков, интеллектуалов полюбила и любит эту команду именно за это. Но одновременно, мне кажется, очень важно то, что бог говорит о том, что мы должны представлять себе людей в тот самый исторический период, в котором они находились. И в том самом контексте. Потому что в реальности они оперировали в такой ситуации, в которой выйти полностью как бы незапятнанным героем, нигде не задействованным, никак не связанным с чем-то тяжелым и сложным просто невозможно. И мы здесь в мемориале как раз, конечно, этим всем занимаемся. И понимаем, что в 30-е годы, будучи довольно высоким человеком, с номеропатурной или с любой точки зрения, и будучи задействованным в таких вот вещах, в которых был задействован Спартак, это страшно сложная вещь. То есть здесь много и жертв, и людей, которые были связаны с этими жертвами. И вот об этом частично вот это исследование, которое мы сейчас делаем о Спартаке 37-38 года. Но это вообще, конечно, долгий отдельный разговор. Я хотел задать последний мой вопрос Бобу, а после этого, я думаю, мы дадим микрофон вам. Совершенно про другой вопрос. Вот про холодную войну и про то, что сейчас у нас через несколько дней случится в России. Вот ты, Боб, сейчас пишешь эту книгу о холодной войне. Большая часть холодной войны в спорте — это история протестов и отказа ехать на Олимпиаду 80-го года сборной США, отказа сборной СССР ехать в 84-м году. Вот сейчас у нас здесь будет Чемпионат мира. Он связан с огромным количеством всяких политических тоже сложностей. Вот все знают, что, значит, гладовку держит Олег Сенцов, например. Как историку и человеку, как тебе кажется, есть ли какая-то модель поведения правильного и нравственного человека в такой ситуации внутри страны? Можно ли этому радоваться или можно ли протестовать? И как это может быть было в прошлом и как это и сейчас? Я понимаю, что это очень сложно. Я бы сказал, что футбол особенный — самый несправедливый вид спорта. И найти в этом какой-то прямой путь к этой моральной стратегии может быть возможно, но сложно. Я не сказал бы, что футбол — это зеркало. Я сказал, что спорт вообще, но футбол больше всего — это призм. И если ты хочешь истинность и правду, надо отличать, где легенда, где идеология, что история в конкретном смысле. Вот я сказал бы, что тот, который я люблю — Кубок мира в сравнении с Олимпийскими играми — это чисто профессионализм. У них нет какой-то моральной идеологии олимпизма. Это почему откроют Олимпиаду с большим церемонией? Это доказать публике, что в следующие две или три недели все такие маленькие виды спорта вам будут интересны. С футболом никому он не нужен. Ты помнишь, кто здесь помнит церемонию открытия одного Кубка мира? Никто, да? Немножко. Да-да. Ты? В Америке я помню, что Дайана Росс не смогла попасть по мячу, который был в Сандриполе, и там у них сорвалось начало. Это не церемония. Просто у меня в связи с этим вопрос против СССР про 73-й год и отказ СССР играть в интернет-домплее в Чили. И, собственно, моральные причины, на которые ссылался СССР, то есть если вы исследовали, как принималось решение, действительно ли по этим причинам оно принималось, с кем принималось, и если да, то в чему, так сказать. По этому же поводу, например, FIFA не согласилась с позицией СССР, и как это встречалось в СССР? Хочешь, я объясню контекст. Да-да. Ну ладно, я сам. Нет-нет. А, ну начнай. Ну это было после, как сказать, переворота против Олендера, да? Я жил в Москве в этом периоде Олендера. Я знаю, что советские люди, советское правительство очень уважали Олендера. Это было, может быть, единственное, не знаю, но одна из редких ситуаций, когда марксистское правительство выиграло выбор. Они играли по правилам, да? И все равно разрушили. Наши люди разрушили тоже. Свой воор. Это, конечно, вопрос. Я не сам исследовал. Это вопрос в истории сборной. Один раз я сидел в квартире Аксела Вартаньяна. Значит, я не знаю, Вартаньян, великий историк. Да. Он мне сказал, что первый матч играли в Москве, потом им надо было играть в Чили, ответный. Матч в Москве закончен 0-0. Значит, что шанс не квалифицировать был довольно сильный. И может быть это. Я беседовал на этой теме недавно с Мишей Прозуменчиковым. Он так думал тоже. Но я всегда сказал себе, что это был очень моральный проход. Я хочу верить, и я думаю, что надо сказать, что, может быть, в времени Брежнева не было самый высокий момент, когда люди верят в марксизм и интернациализм. Но я должен сказать, я удивился вот в этом. Когда мы открыли архивы, да, до этого многие из наших, даже ревизионисты даже, сказали, вот идеология, это не важно. И потом мы думали, что когда мы смотрим на эти документы, мы найдем, что они думали. И что они думали, когда мы смотрели на эти документы, это был полный марксизм. Практически, да. Разговор, слова, все. Но я продолжаю верить, что это был мой ранний ход. Но я готовлю. Спасибо, Рауд. Вопрос такой. Несомненно, нужны аршивы, да? Я знаю, что вы пользовались полскими архивами открытыми архивами, когда они были открытыми. Скажите, а пользовались архивами клубов? И это вообще существует или в том веке в каком-то привыкле к архивам? И международной федерации. Например, во ФИФА, как я понимаю, не всех допускает свои архивы. Ты не еще в Зорике? Ты не еще в Зорике? Или здесь? Нет, в Цюрике. И о Клубе? Очень много материалов о Клубе находится в ГАРШе, фонда спортивного комитета. Я нашел, что мне надо было найти. Я не очень хотел вот слишком близко относиться к клубу, чтобы стать объективным. Я даже до этого дня никогда не был в Тарасовке. Но, конечно, у меня было очень много интервью, которые для меня создал Юния Трахтенберг. Но я сомневаюсь, что клуб собрал вот этот материал. Я один раз, это был уже очень драма в моей работе, спросил, есть такой клубный архив. Даже дурацкий вопрос. Твой вопрос не дурацкий, мой вопрос не дурацкий. По поводу «Шифа» надо найти «Шифа». Я пока не был. Но ты знаешь, мы знаем «Шифа», да? Это не очень открытая организация. Не знаю, какой у нас порядок. Я работал в архиве Олимпиады, Олимпийского олимпиада в Лозанне. Я очень собираюсь работать в архиве «Юэфа». У меня аспирант, который сейчас готовит историю этих еврокубков. Он надеется что-то найти там. Не знаю, что будет, но я думаю, что «Юэфа» будет легче, чем «Фифа». Если у тебя есть большие деньги, чтобы мне помочь в жизни, это тоже проблема. У меня вопрос немного по другим углам. Понятно, почему эта тема интересна вам? Вы используете. История по истории интересна сама по себе. Вы, наверное, согласитесь? Почему вы думаете в результате ваших исследований? Чем это интересно, скажем, международной атлетике? Почему интерес к вашей, как я называю, условно русской теме «Скор» в Советском Союзе? И вообще, на мой взгляд, и опять-таки, скажите, если вы согласны или с этим согласны, чем интересна советская история? Столетие революции была ламина в литературе. Откинс, Вескин, Снайдер, Эпплман и так далее, и так далее, и так далее. Большой, большой интерес международной аудитории к советской истории. Почему? Ты знаешь, я получил такие вопросы, когда я дата в этот процесс. Амир Виннер, знаешь? Амир Виннер, Вайнер? Он историк. В Санкт-Петербурге, да. Он смотрел на меня с большим сомнением. Амир не любит Россию и Советский Союз? Что? Амир не любит... Не любит, не любит, да. Единственное, которое меня защитило и мне помог найти зрелость, заниматься этой темой, это был Юрий Силовский, болельщик Спартака. Он сам понял. Я... Вот так можно думать. Я сейчас занимаюсь историей вообще о спорте, во-первых, холодной войне. Глобальной историей. Среди историков есть разные тенденции. Есть историки международной системы. Холодной войны. История историки о культуре холодной войны. Довольно рано в процессе холодной войны, после ядерной бомбы, и потом термонуклер. Водородная бомба. Водородная бомба. Водородная бомба. Водородная бомба. В Америке и в Советском Союзе поняли, что такая война просто невозможность. Надо найти другие входы и другие арены для мирового соревнования. Поэтому среди специалистов об истории советской истории был какой-то интерес вообще о культуре. Но я должен сказать, вообще среди историков холодной войны, не только в России, интерес к спорту, конечно, был довольно мало. Но спорт был из всех видов популярным, в культуре самой популярной. И через спорт возможно изображать политику, но это не простой процесс. Понимаешь? Я вот начал, когда я начал этот процесс, я думал, что все, что есть спартаковский, хороший, подинамовский, плохо. Сейчас я понимаю, что это не так. Но ты не можешь понимать холодной войны без культурной войны. И я думаю, что ты не можешь понимать холодной войны без спорта. И надо иметь какое-то представление, не только были высокие, high culture, то есть классическая музыка, поэзия и прочее. А в культуре человеческих тела. Тела играют свою волну. И я думаю, что через спорт мы сможем найти другой язык. Может быть, безсловный язык. Поэтому это большой ответ на хороший вопрос. Здравствуйте. Есть такой художественный фильм, называется «Матч». Во время войны в 1902 году Спартак играл с какой-то крупной немецкой командой. На этом стадионе присутствовал почти все руководство немецкого руководства. Сказали, что вы выиграете, мы вас оставим живым. И Спартак даже выиграл. Спартак? Я не знаю, какая коронка. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Они выиграли, все равно команду расстреляли. А что это было за матч вообще? Могли бы рассказать как из исторического события? Что это было за историческое событие? Спасибо. Я не специалист по этим вопросам, но это легенда. Это чистая легенда. Командой не было «Динамо Киев», это была команда «Старт», это была команда «Хлебный завод». И всех игроков в команде не все играли за «Динамо». Они собрали людей из разных мест. Второе, этот вызов «Луфтваффа» местным людям Киева в этом матче, кажется, что это единственный матч. Но я в 90-е годы встретился с Аркадием Галинским, очень хороший, известный, тоже критический, можно сказать, историк спорта и журналист. И он мне сказал, что такие матчи часто бывают. Один из встреч. Да. И вот я был в Германии, в Верине недавно, был маленькое совещание, семинар о советском футболе. И они нашли все такие плакаты, не только для этого матча, но из разных. Но это хороший рассказ и играет свою политическую роль. Роль. Но. Ты? Окей. У меня вопрос на понимание. В начале своей лекции вы сказали, что вас один из критиков обвинил в капиталистическом, если я не ошибаюсь, криминфолизме. Да, да. Можете вы объяснить, что имелось в виду? Что за методологический уклон? В чем вас обвиняют? Ты помнишь этот период, да, все люди, это лучший период в русской истории, да. Но после распада на Западе люди думают, что это конец истории, да. И единственный путь или маршрут это через капитализм. И вот такой социализм, надо забыть социализм, надо забыть марксизм. Вот этот друг, мой друг Брус Кид, он сам социалист, да. Но было страшно для меня, как социалист-демократ, да. Было очень сложно даже думать, даже говорить об этом вопросе. Поэтому я вот, был такой момент, я говорил с моим другом, он был кинорежиссер, и я сказал, что вот так работал Николай Старостин. Это был полукапитализм при социализме. И не только в 30-х, а в 50-х и после этого. И он сказал, вот это будет хороший фильм, да. Он сказал, что смелый спортивный диатр решает через капиталистические методы конкурировать с советским обществом вообще. И потом он бороться, он посажен, он возвращается, команда 5 играет хорошо, и это как прием капитализма. Ну, это просто симплификация, да. Ну, был такой элемент капитализма, при социализме. Скажем, пожалуйста, еще раз. Хочу задать вопрос. Какие ваши любимые советские спортивные мифы? Что, что, что? Любимые спортивные мифы, родящиеся в советском советском. Много мифов. Не знаю, может быть, это не миф, но переигровка 39-го года. Переигровка полувинала. Посту финала. Первая история и последняя история. Все знают эту историю? В вашей книге это есть. В моей книге? Может быть, здесь не читали эту книгу, да? Ты объясняешь, окей? То я. Скажу. Окей. В 39-м году вызов к «Динамо», «Спартак» сделал. В 38-м сезоне они победили дубль, кубок и лига. И они лидировали в следующем году, в 39-м году. И прогрессировали до финала. Играли в полуфинале. Динамо Тиблиси. Динамо Тиблиси. Это, конечно, любимая команда «Лавренто Иберия». И они… «Спартак» победили 1-0. Гол был сборным. Потом они играли в финал, победили Спартак, делали круг подсчета с кубком. И потом через несколько недель, пара недель, был приказ, что перегрузка нужна. Они победили 3-2, по-моему, в первом финале после... Нет, это был первый финал, переигровка, полуфинала, после финала. Это хорошая история, но что есть миф? Может быть, что сам Берия не сам создал переигровку? Я даже не знаю. Я только хотел здесь добавить, что я смотрел буквально месяц назад первые два тома «Следственное дело братьев старостных» в архиве ФСБ, поскольку прошло 75 лет срока давности, и их теоретически уже можно смотреть. И меня среди многих деталей поразила одна деталь, связанная именно с этим матчем, а именно следователь спрашивает Николая Петровича совершенно без связи с другими вопросами, «Правда ли, что судью матча «Спартак-Динамо» в Тбилиси, видимо, переигровки, кажется, Николай Усов, «Правда ли, что вы его подкупили, устроив ему покупку дамских туфель?» И Николай Петровича считает, что нет, это неправда, он покупал туфли по талону так же, как и все. И, ну, помимо того, что это совершенно невероятная фантастическая деталь, я обратил внимание на то, что все-таки она возникает с подачи следователя, то есть как будто это некий заготовленный вопрос, и, не знаю, может быть, я еще это не додумал до конца, но для меня это признак того, что, в общем, большое внимание было к матчу, если все-таки это допрос 42-го года, то есть спустя 2,5 года, кого-то там все еще ужасно беспокоит этот матч. Не исключено, что, может быть, действительно и Береру и беспокоит куда-то несчастное перебору. Я, конечно, сказать, насчет промокоперации. Промокоперация была, действительно, своего рода таким хвостом, что ли, Небал, и она продолжала существовать даже после войны, видимся в городе артели инвалидов и так далее. И только в 1962 году Хрущев прикрыл промокоперацию, и тогда Спартак вошел в общество промсоюза. Он стал в союзной команде. Да. Да. Да, ну вот промокоперация, конечно, совершенно удивительная история, потому что, ну, как бы, что из себя может представлять такая организация в 30-е годы. Вот, именно как Александр Николаевич говорил, что это из НЭПа еще взялась сама идея того, что что-то такое может быть, и как она трансформируется, и как при этом она влиятельна еще в 30-е годы. То есть у нее самый, там, большой бюджет. То есть, видимо, действительно Спартак в конце 30-х годов был самой богатой командой. Вот, и это опять-таки вопрос о том, какой у нас есть клише в представлениях отрицательных годов, сталинских, даже в смысле экономики, и как это на самом деле еще тогда работало. Мы говорим, что спорт — это мир. Иногда. Нет, но такое клише есть. Это клише. Клише, ну, у меня вопрос такого рода. Мы его немножко затронули с вами в татуарах. Какую роль сыграли матчи гигантов по легкой отлете из СССР и США? Тем более вы на каком-то из них присутствовали. Это очень близко мое сердце. Как плохой бегун. И это был в 1958 году. Конечно, был кризис вокруг Берлина, но это тоже был в этом году, в 1958 году, подписали договор между нашими государствами об культурном обмене. И этот матч гигантов по йоги-атлетико был один элемент из этого договора. Но тогда надо понять, что йоги-атлетико был на уровне футбола, в смысле популярность. Сейчас нет. Я помню, что телевидение в Америке показал матч Филадельфии. Это был первый матч в нашем земле. Не знаю, не помню, был показан этот первый матч в Москве. Но это было на два уровня. Я думаю, что по уровню прессы, я не говорю о государстве, а о прессе, что матч гигантов, капитализм против социализма, коммунизма, надо бороться против этого, против этого. Этот разговор, как мы скажем, конечно, был. И мы тоже нашли в этом среди спортсменов-спортсменок очень много моментов, как мы скажем, братства, но как сказать без гендерных? Очень сложно. Товарищество. 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 Фактнизация, да? Да. Что на уровне профессионализма, в конце концерта все были профессиональные спортсмены. Не все. Когда еще? Ты мне скажешь, да. Ну, я знаю, например, Брумел пригласил Джона Томаса. Они готовы еще шли к другим. Я прошу прощения, многие сильнейшие американские атлеты не участвовали, ввиду того, что они были профессионалами. В то же время наши атлеты, будучи государственными профессионалами, участвовали, что позволяло им на равных бороться. Тогда этот вопрос был сложным. В смысле, были такие ситуации, что особенно на большом, на высшем уровне, такие вот, даже Лоджер Баннистер, да, они официально были любители, но у них была поддержка из разных источников, да. Ему не надо было заниматься учебой в этом периоде. Я думаю, что большинство легких атлетик был любительский, но любительский тоже не имел точного значения. Эти два вида всегда меняют друг друга. Это диалектика. Поэтому вот такая разница, по-моему, не очень интересна. Это называется фальшивая binary. Нет, это звезд, нет, binary, в смысле пара, фальшивое противопоставление. Да, да. Но для меня это было отлично. Я тогда был молодой и очень молодой. И, конечно, хотел хорошее отношение с советскими людьми. И вот там я нашел. Я сказал бы, из всех видов спорта, тех, которые больше импульсируют, есть такое слово? Да, импульс для братства – это легкая атлетика. Гораздо больше, чем футбол, конечно. Ты думаешь? Там соленарность бываешь? Да, да. Ну, там такое товарищеское сотрудничество. Да, да, да. Знаешь, почему? Нет защиты в легкой атлетике. Тяжелый вид спорта. Легкая называется, но это самый тяжелый вид спорта. Здесь тяжелый, да. Я не знаю, может быть, на самом деле уже мы довольно долго говорим и, может быть, пора заканчивать. Я не знаю, сейчас только у меня все еще… Я не понимаю, как работает микрофон. Я не знаю, может быть, мы покажем тогда под конец вот этот ролик, он как раз легкоатлетический видео к тому материалу, который мы здесь делаем в мемориале в 1935 году. Ты расскажешь немножко про… Да, давайте буквально тут два слова убрать, чтобы было понятно. Да. Это связано, естественно, со многим из того, о чем Бог уже сказал, но вот если как-то конкретно сказать, что это за история, вот братьев старостных арестовали в 1942 году, но их арестовали не просто… В 1942 году это история не началась. Она началась раньше, как минимум с лета 1937 года, когда началась такая пропагандистская кампания против Спартака. Сначала в прессе, потом начались аресты спортсменов общества Спартак и разных людей из близкого окружения братьев старостных. И вот мы попытались собрать воедино наибольшее количество следственных дел этих людей, как-то их проанализировать, добавить к ним материалы того, что происходило в какой-то внешней истории в этот момент в Советском Союзе и что происходило с командой Спартак, чтобы попробовать ответить на несколько вот этих сложных вопросов. Почему именно эти люди, что с ними произошло потом, почему братья старостные в тот момент смогли спастись, каким образом все эти события разворачивались. И финальная точка исследования – это, собственно, сам арест старостных в 1942 году, про который, несмотря на то, что это совершенно легендарная и многократно описанная вещь, все равно многие подробности все еще неизвестны. И, видимо, только будут известны, когда все прочтут дело. И более того, даже когда его прочтут, есть огромное пространство для того, чтобы нужно понимать, интерпретировать и пытаться понять, что именно там написано. А сейчас, я надеюсь, мы можем показать небольшой ролик. Это 1935 год. Ты зачастую? Нет, сейчас будет 1935 год. Это забег по Бульварному кольцу в Москве из Совета. И там будет текст, не совсем маленький. Если нужно, я его потом прокомментирую. Ты знаешь, братья Знаменские были агенты МКВД. Да, там как раз они... Бегун Григорий – главная роль, да. Как раз. И там с ними лежит третий человек. Сколько это? Третий человек, да. Сколько это? Эстафетная команда. И третьего бегуна, гораздо менее известного, зовут Григорий Пужный. Но это один из тех людей, который был арестован в 1938 году, и против которого они, в том числе, давали показания. А тут они все вместе и выигрывают за бег. Эстафету выиграла команда общества «Спартак». В команде бежали братья Знаменские, Денисов и Пужный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАСПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...